Где настоящий Путин? А жив ли Путин? Буквально недавно британская разведка заявляла о том, что главный диктатор может быть мертв, а роль президента играют его двойники. Путин почти одновременно появляется в разных местах. Его повадки иногда меняются так же, как и внешность. И картинка, скажем так, уха разная. А это как отпечаток пальца. У каждого человека картинка уха, она уникальна, не может повториться. Последнее появление главы Кремля на публике и правда выглядит странно. Если Путин еще не умер, то что с ним? Он серьезно болен. Это, скажем так, небольшая тайна. Не думаю, что я буду первым, кто вам об этом говорит. Самоизоляция, длинные столы и скандальные видео с прямыми эфирами, которые были в записи. Тому доказательства. 9 мая. Путин пришел на парад, казалось бы, цел и здоров, но тело выдает его. Правая рука будто керамическая, он с трудом ею двигает. Сам президент идет прихрамывая. 12 апреля президент России на встрече с министром обороны. Казалось бы, все как положено, но посмотрите на положение Путина. Голова, которая непропорциональна телу. Рука вцепилась в стол совсем неподвижно. В неестественной позе диктатор сидит на протяжении всего разговора. Поздравляю вас. Передайте славу и благодарность войска. Ограниченная подвижность руки наблюдается и на этом видео. В прессе неоднократно выплывала информация от разведок о том, что у Путина расстройство мозга. И о том, что он пережил несколько операций. Владимир Владимирович уже страдает несколько лет различными формами рака. Но самое тяжелое из-за разновидностей у него было диагностировано на рубеже 19-20-го года. Поэтому версия о двойниках может быть реальностью. Если вы проанализируете даже просто по открытым источникам информации, скажем так, того Путина, которого показывали в 99-м году, до 2010-го года в основном, хотя там тоже были иногда двойники, но в целом тот человек и тот человек, которого показывают сейчас, ну это точно разные люди. Изменения и правда видны. Эксперты уже неоднократно замечали, что у Путина различаются мочки ушей, подбородок, линия роста волос, отличаются границы бровей. И если форму лица еще можно объяснить хирургическими процедурами, ботоксом и прочими вмешательствами, то другие нюансы являются весьма подозрительными. У них разные повадки, разные манеры, разные походки, иногда даже разный рост, если хорошо присмотреться. В сети даже есть таблица двойников Путина, и каждый имеет кличку, в зависимости от того, в каком месте он появляется. Это коллективный Путин, вот это максимально правильная формулировка. Владыке Кремля в этом году 70 лет, и проблема с опорно-двигательным аппаратом явно выражается. Но если взглянуть на видео, где Путин недавно прилетал в Иран, можно увидеть, как он живо в припрыжку сходил с самолетом. Исцелился? Серьезные проблемы со здоровьем, боязнь смерти, изоляция. Так проходят последние годы президента РФ. Но об этом, конечно же, Кремль никогда не скажет. Кто сейчас исполняет роль условного Путина, в этот вопрос абсолютно открытый.